Следующее мы говорили, да, это молитва, бейт тфила. И мы говорили, что слово молитва, оно имеет немножко другое значение. Это значение оценивать себя с точки зрения Бога, да, и осуществлять покаяние, и так далее. И с другой стороны, мы говорили, вот так как сад Эденский был защитой, он был защищен, и внутри сада находился Адам и Ева, да, и мы говорили, значение еще битахон. Битахон – упование, ходатайство, да, то есть то, что мы осуществляем в храме. Значит, бейт тфила, бейт тфила. Следующее, я немножко смял, потому что конец урока был, бейт пага, так это вифагия, да, вифания и вифагия. Сейчас дойдем до вифания. Пага означает, что пораженный. И мы говорили, что в храме, и только див самой святом, вы понимаете, а был для прокаженных специальное отделение, осуществлялось что? Восстановление человека в обществе. Прокаженный был отделен от общества, да, но тут восстанавливается. И вместо исцеления тоже, да, это мы говорим, бейт пага. Видите, вот интересно, что когда приходил в храм Ешуа, да, он останавливался в ифагии и в ифании. У евреев В, видите, у этих, не арабов, как их, у греков, да, у греков, они Б не произносили, не Бабель, Бавилон, да, Вавилон, да. Поэтому у них вместо Б стоит В, но это бейт пага, корень, пагас, видите, это фугас, снаряд, то, что поражает, и шепага, то, что поражает. Значит, дом пораженных, дом больных. И еще было место, и это тоже место было связано с храмом Бейт Ани. Бейт Ани. Видите, вот если я пишу такое Ани, что это означает? Я. А такое Ани означает бедный или смиренный. Дом бедных. Дом бедных. В русском языке как-то дом презрения, оно имеет немножко, сейчас слова изменили смысл. Правда? Вот. Было место при храме, где собирались бедные. И бедные получали помощь, да? Хлеб получали, то, что необходимо, одежду и так далее. И вы знаете, одна из, видите, функций храма, это Бейт Ани. Дом бедных. Да, когда мы говорим слово бедный, вы говорите, есть два слова, вы помните, да? Это связаны, значит, Ани, это бедный, смиренный. Вот, знаете, есть такое имя, Ани-то, смиренная. И был, было еще Раша, да? Раша, злодей. Или злый день. Есть бедный человек, но в этот дом бы это не попадет. Он в храм не попадет. Ни один злый день не попадет в храм. Почему? Потому что он какой злой. На весь мир. Вот смотрите, сколько проклятий сейчас уходит в мире, да? Страшно. Все друг друга ругают. И правительство ругает, и пасторам ругают, и начальникам ругают, и все друг друга ругают. Все друг друга проклинают. И вы знаете, ни один проклинающий, он не может попасть в это место. Да? Дом свиренных или дом бедных. И Ишуа проходил в этот дом бедных. Правда? Кстати, в Талмуде есть еще такое место. Говорится, что Ишуа находится среди прокаженных сидит. Помните, когда-то приводил пример. И снимает повязки, как он, как прокаженный, то есть пронзенный. Видите, одно слово. Прокаженный, там и пронзенный тоже близкое по пониманию. Итак, бейт-пага – это дом, где находятся больные, где происходит восстановление. От каких болезней? От физических, да? И от духовных болезней тоже. Правда? Прокаженный был исцелен от общества, потом он становился частью общества Израиля. Мы говорим о тех функциях храма, которые они все действительно и сегодня. Действительные сегодня функции храма для церкви. Я не говорю о церкви с крестом, я говорю о церкви, как общине верующих, как общине призванных, экклезия, да? Экклезия. Бейт – они, то есть место, где получили социальную помощь. Еще одна функция – это функция свидетельства. Функция свидетельства. Очень интересно, что до того, как была построена Скиния, была интересная палатка, куда заходил Моше. Как эта палатка называлась? О-хель-ха-моэт, да? О-хель – это шатер. А-моэт. Шатер – собрание. Шатер – собрание. Или Скиния – собрание. Заметили такое выражение – Скиния – собрание. Встречали Библию в Торе? Вот мы видим, что это было какое-то немножко другое место, отличное от Скинии. Потом в Скиния – собрание термин перешел и общий на Скинию. Но в Скинии, в которой находился Моисей, там не было жертвенника, там не было завес, там не было ничего. Там просто Моисей и Бог. Это было место, где Моисей общался с Богом. Да? Да. И видите, как интересно. Неудивительно, что Моэт – это не только собрание, но и свидетельство. Видите, корень Эд означает свидетель. Корень Эд означает свидетель. Женский – от Эд, Эда, свидетельница. Почему свидетельница? Потому что Кегила. Кегила от слова Кагал. Все слышали еврейское слово Кагал? Да? Это что? Община. Кегила Эда. И поэтому слово Эда – это относится к общине в этническом смысле. Вот, например, сифарские евреи, Испания, они образуют Эда, допустим. Ашканадские евреи, Германия, образуют тоже Эда. Но слово Эд – свидетель. И Кегила – это что? Община. Эда. Свидетель. Отсюда Мо-Эд. И мы, помните, говорили, некоторые праздники, они как называются? Мо-Эд. Да? Да. То есть, праздники, свидетельствующие о Боге. Итак, это место свидетельствия. Да? Эда. Кегила. Эда. Или в современном иврите – Ма-А-Дон. Ма-А-Дон. Ма-А-Дон – это означает клуб. Клуб. Итак, там четвертое, пятое, шестое. Ставьте следующее значение. Значение – это что? Община свидетелей. Да? Кегила. Или Эда. Или Ма-А-Дон. Или Ма-А-Дон. Ма-А-Дон. Община свидетелей. Кстати, как по-гречески свидетель? В Новом Завете употреблено слово свидетель. Мортирос. Слово «морт», да? Означает «морт» – смерть. Мортирос – это что? Мученик. Мортира – это такая пушка, которая тоже убивает. Да? Мортирос – мученик. Поэтому, помните, мученики. Все свидетели, которые были в первом веке нашей эры, да? Они как закончили? Мученически, да? Только один из апостолов, говорят, умер своей смертью, да? Иоанн. Остальные – они были мученики. Община свидетелей. И мы имеем, ну, в Новом Завете сказано, какое? Облако свидетелей. Облако свидетелей. Мы будем еще потом говорить о значении облака. Итак, значит, место свидетельства – там, где происходит свидетельство. Мы все свидетели о Боге. И мы свидетельствуем не просто тогда, когда мы раздаем листовки какие-то, или вот говорим, я вот за свидетельство, что вот то-то, то-то со мною произошло, да? Мы свидетельствуем своей жизнью. Когда люди смотрят на нас, да, мы представляем образ Бога. И Иешуа видит в нас. Какие мы, такой Иешуа. Помните, когда конкистадоры завоевывали Америку, они все проповедовали тоже по-своему о Боге. И когда поймали одного из верховных вождей, Инко, по-моему, императора Инко, его казнили на костре. Ну и подходит к нему священник с крестом. Скорее поцелуй, говорит, покайся и будешь христианином. И попадешь в рай. Да? Говорит, а в раю вот таких вот этих вот испанцев, христиан много? Говорит, да, там самый лучший из них. Тогда я лучше в рай не пойду. Сказал он. И так и умер. Да? Хорошо. То есть, как мы представляем Бога? Вот это мы свидетели. И место, где мы свидетельствуем. Следующее название. Бейт-Кнесет. 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 Вот, смотрите. Мы не знаем, какое К писать. Да? Можем писать К такое. И можем писать такое. Как мы проверим? Бейт-Кнесет. Какое мы К должны писать? Леги-Кнесет. Лег нас. Не их нас. Да? Все. Какое Х слышится, да? Значит, Кнесет. Итак, Кнесет. Что такое Кнесет? Кнеса – это вход. Бейт-Кнесет. Кнеса – это вход. Сколько было в храме входов? Я имею в виду в самом-самом. Не вход. Во двор храма. В Шкискинию. Один. Один. Только один. Один вход. Только один вход. То есть, вход только один. Да? Там еще были столбы. Это другое дело. Но вход только один. Кнеса. И Ишуа сказал, я есть что? Путь, да? Истина и жизнь. Там были завесы, которые так и назывались. Путь, истина и жизнь. Еще он говорил, что он есть дверь. То есть, мы можем иметь только один единственный вход через одну единственную дверь. Что? Через Ишуа. Но слово Кнесет означает еще не только вход. Но еще Бейт Кнесет – это дом собрания. Дом собрания. Все важные решения. Вы помните, где осуществлялись в городе? В воротах, да? И когда говорят, вот пусть принесите в ворота и положите в ворота, это не значит, что мы должны нести там что-то в ворота, да? А это значит, что мы должны подойти к тем, кто находится в Кнесете, да? И были определенные амбары, и там сдавались десятины для бедных, помните, там, для левиты, сироты, вдовы и так далее. И возле хода, возле ворот сидел кто? О, вот сейчас мы Пурим вспоминаем. Какой герой Пурима сидел? Да. И что же он там делал возле этих ворот? Некоторые думают, что он там нищий сидел, просил подоядие. Подайте, бедного ворота Хею. В действительности, он был прокурором там. Да. Он был важным лицом, да? Осуществлял суд. Он осуществлял суд. И это было там. Итак, Бейт Кнесет. Значит, это дом собрания и синагога, то есть название синагоги, тоже Бейт Кнесет. Бейт Тфила, Бейт Кнесет. И еще одно название. Бейт какое? Мидраш. Бейт Мидраш. Так, что такое Драш? Драш. Драш, да? Исследование. Исследование, помните? Исследование Писания. Мы в субботу читаем Писание. И делаем небольшую проповедь на тему Писания, да? И эта проповедь называется Драш. И когда вот такие вот проповеди, которые создавали разные раввины, собрали в Талмуде, как это стало называться? Мидраш, да? Мидраш. То есть буквально получается, что это проповеди или исследования. И вы знаете, в восточный, у мусульман тоже есть терминология, как там называется? Медресе. Медресе. Или Бейт Мидраш. То есть там дом учения. Дом учения. В храме осуществлялось учение. Причем интересно, что там проводилось учение не только там известных храмов, которые принадлежали только к одной конфессии. Скажем, только фарисеев, там школы, Гелеля. Да? Там было много разных. И вот христиане первые до разрушения храма, они были в храме? Да. И они собирались в определенной комнате. То есть там было много комнат. Он храм имел такую примерно структуру, да. Вот здесь был центр. Центр. Вот был, значит, улам притвор храма. Потом святое. И святое святых. Оно за занавески, да? Здесь вот три занавески были. Значит, и святое святых. А вот по бокам были вот такие клетушки. Путь истины и жизнь. Мы потом будем говорить о них. О завесах. Видите? Клетушки по бокам. Вот, посмотрите. И там были места, где хранили соль, хранили дрова. А были места, где собирались разные люди. Было место, где происходило исцеление, так сказать. Медицинский пункт скорой и неотложной помощи. То есть, вот такие различные комнаты. И одно название. Бейт-Медраж. То есть, Бейт-Медраж – это дом исследования. Дом изучения Торы. Вот. Ну, это такие функции храма, о которых мы видим и говорим, и которые сохранились по настоящее время. Они сохраняются в наших общинах, в наших церквях, да? Ну, кроме того, что все это происходило, и эти функциональные значения храма, можно еще поговорить о символических. О символике. О символике. Еще храм имел важное символическое значение, да? Слово. Символ. Или знак. Сэ-Мэль. Сэ-Мэль. Вот есть современное слово симла. И что такое слово симла означает? Платье, одежда, да? По одежке мы что узнаем? Человека. Раньше это было еще более выражено. И так мы сейчас можем отличить, допустим, бизнесмена от панка или от кого-то. Но тогда это еще больше. Тогда каждую одежду, имели отдельную одежду фарисеи, отдельную одежду носили садукеи. Каждая политическая партия одевалась таким особым образом. Вот я недавно смотрел фильм BBC, и я вам тоже как-нибудь покажу там, как искусство сотворило мир, и вот каким образом создается имидж политических лидеров. Там очень интересно, как создавали имидж Бушу, например. И вот по одежде, по этому, было две партии во времена Кавиана Августа в Риме. Партия, классическая партия, республиканцев, они одевались в классические одежды. И были партии императора. Это прогрессивная партия. Они резко отличались. По одежде можно было увидеть человека и зарезать его, если он принадлежал другой партии. А эти одевались как в современной одежде, типа панков. Там даже так показывается очень интересно. То есть одежда является символом человека, правда? Мы уже по самой одежде можем судить о том, что это за человек. И поэтому, видите, символ, семель. Еще семель, одно из названий буквы, есть буква от, есть семель, буква. Отсюда произошло сим-бол, да? Слово-буква как по-английски? Еще, по-моему, символ, да? Ну, по крайней мере, в компьютере символ. Символ употребляется слово. Хорошо. Видите, чем интересно символы? Символы, они носят международный характер. То есть все люди, которые... Ну, марсиане, ну, может, эти символы будут непонятны, да? Ну, тем людям, которые живут в общей человеческой культуре, они вполне понятны. Ну, вот, например, что это? Крест, да? Вот. Вот такой символ. Это что? А, это хороший символ? Один хороший, другой плохой. Евреев посредством креста многих, да, убивали и носили крест, и заставляли креститься. Это слово крест, а не погружаться, хотя это имеет... А это символ хороший или плохой? Хороший, если мы уже говорили. Да, этот символ означает... И этот символ, этим символом пользовались и христиане первые. Только в другую сторону. Вот. Это называется свастика, а это суастика. Стик, видите, это по-санскаристски тот же самый символ, буква. Да. И означает Божью защиту. Божью защиту, Божье упование. В 1923 году была основана Национал-социалистическая партия Германии. И она использовала вот такой символ. Когда проецировали для буденовцев шапки. Знаете, что там должно было находиться? Не звезда красная, а свастика. Но так как эту свастику использовали уже в Германии, то сделали символ звезды. По-моему, в 1920 году были выпущены первые советские деньги, на которых была нарисована свастика. Но затем символ свастики сменили на символ серб и молот. И в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, он эту свастику перевернул. Мы сейчас не будем говорить о причинах. Но для нас эта свастика плохой. Видите, сразу, если кто-то увидит свастику, значит, он сразу понимает, о чем идет речь. Или вот такой символ. Да? Ну, например, до 1950-х годов этот символ вообще, если бы где-то мы увидели, мы бы вообще не поняли, что это. Но затем так, значит, обозначать радиоактивность. То есть, сам по себе символ, он ничто. Он не несет ни положительной, ни отрицательной оценки. Но, когда он появляется в нашем сознании, и причем, видите, не надо писать радиоактивность, может быть, там по-русски, может быть, по-украински, может, что-то по-другому. Вот были дорожные знаки, которые, когда советские танкисты входили в Чехословакию, они все эти знаки сразу ломали. А знаете почему? Потому что на этих дорожных знаках было написано «Позор!» И русские танкисты в 1980-м году выламывали эти знаки. Но в то же время это слово означает только «внимание». Внимание. Но если мы встречаем вот такой дорожный знак, да, то у нас не будет желания его выламывать. Да. То есть, внимание, да? То же самое. Росклицательный знак означает «внимание». То есть, мы еще раз говорим, что сам символ по себе – ничто, но в нашей культурной традиции он несет определенный, да, смысл. И я вам скажу, что сейчас мы меньше так вот раздумываемся над этим всем. Разве что встречаем знаки дорожного движения или вот такие вещи. Ну, там череп с костями сразу мы видим. Значит, туда не влезай, убьет, да? И так далее. Но раньше люди пытались вникнуть вглубь вещей. И поэтому мышление людей во времена Ишуа оно было очень символичным. Правда? Им не нужно было объяснять долго. Достаточно было показать какой-то определенный символ и все. Поэтому многие вещи, о которых говорит Ишуа, вот сейчас там кажется немножко непонятными, да? А тогда нужно было дать только небольшой намек. И люди, которые знали описание, о символических значениях каких-то вещей. И вот эти символы, это буквально вся скиния и весь храм, они наполнены этими символами, да? И имеют определенное символическое значение. И мы будем уже говорить об этих вещах. Они, все эти символы указывают на кого? на Ишуа Мессия, да? На Ишуа Мессия. На Спасителя. Вот, кстати, еще интересный символ. Сейчас, к сожалению, он используется в оккультной практике. Видели? Это египетский крест. Вполне возможно, что знамя, на котором висел змей, оно имело такую форму. Называется Анг. Анг. Да? Ка-ка. Анг. Какое имя египетское получил Иосиф в Египте? Цафнат пан Анг. Анг означает спаситель из спасения. Цафнат это получается хозяин доброго имени, в общем. Хозяин имени спасения. Помните, Иосиф был прообразом? Цафнат пан Анг. И похоже на человека распятого на кресте. Но христиане не советуют пользоваться этим символом, так как оккультные некоторые группы взяли этот символ на свой, так сказать, как символ своего учения. Но мы тоже видим, что символически, да, символически, символически во многом во многом мы говорим о кресте Ишоа. Даже вот то, что вы изучали до 2 недели назад, как собирали деньги выкупа серебро. Помните? С черепушки. С черепушки, да? Бе-гугалет. Не поголовно с каждого, а с черепушки. Агугалет это Голгофа. И отсюда серебро, которое было спасением и выкупом за душу человека. Оно как собиралось? С Голгофы. С Голгофы. То есть упоминание о Голгофе мы еще видим в Торе. Удивительные вещи, да? То есть вся вот эта символика, которую мы будем изучать, она указывает на Ишуа, Мессию. Хорошо. А теперь скажите, почему же Бог сделал такую заповедь о строительстве скинии? О строительстве скинии. Можете записать, да? заповедь заповедь о строительстве скинии. Что означает само слово скиния? Мишкан. Мишкан. Опять, какое слово, какую букву капишем? Проверочное слово шохэн, да? Значит, Мишкан. Мишкан. Мишкан означает скиния. У меня, извините, нет вытерялки, поэтому вот выделим, да? Теперь мы говорим заголовок у нас заповедь заповедь о строительстве скинии. Мишкан скиния. Корень шахан. Шахан, шахан, шахэн. Сого слова шохэн, шохэн, не путайте шатхэн, шохэн это сосед, да? Соседство это шхуна. Да? Квартал, соседство это шхуна. Общение как будет? Сахнут, хотя там другое с. Но корни, вы знаете, по звучанию они похожи. Итак, Мишкан. Спасибо. Хорошо, вот достаточно места пока. Перевы вытащите, давайте сейчас. Итак, Мишкан. Мишкан корень шахан. 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 Видите? И Мишкан это место жительства, да? Ускально. Есть украинское слово мешканец, да? Я говорил, что мешкать, да? Замешкался, создаясь выражение. Замешкался, то есть остановился, жить на какое-то определенное время. Наши предки были кочевым народом, да? Кочевым народом, как сказал профессор Осипов православный, евреи 40 лет бомжевали в пустыне, да? И у них не было постоянного жилища, да? Поэтому сделано было определенное жилище, палатка. Поэтому Мишкан это была палатка, временное жилище, да? Одно из значений слова еще мешкан, означает палатка, палатка, временное жилище. И видите, интересно, что Бог захотел поселиться среди Израиля. Бог захотел поселиться среди Израиля. Это есть выполнение пророчества, которое заложено. Еще помните, когда Ной и у него было три сына, да? Старший умный был, действительно, средний так и сяк, а меньше вообще был хам и дурак. И вот, когда говорится о благословении, то Бог благословит Яфета и поселится где Шатрахсима. Здесь в русском переводе написано Бог благословит Яфета и поселится он в Шатрах Сима. Но в оригинале слова он нет. То есть можно, вы знаете, что Тору трактовать, любое трактование Торы, да? Оно по-своему правильное. Но есть разные трактования Торы. Есть трактование Торы, что Яфет распространит Яфета и Яфет действительно распространился, да? Это, представите, индоевропейская группа языков и не распространилась действительно по всему миру, но поселится в Шатрахсима, то есть будет изучать учение Сима. Но с другой стороны, если говорить об одном предлежащем, это Бог распространит и благословит Яфета и что где? Поселится в Шатрах Сима, то есть Бог хочет поселиться в Шатрах Сима, да? И интересно, если хочет Бог поселиться среди Израиля, и мы видим, что было одно время, когда Бог действительно шел среди Израиля, и Израиль воочию видел не образ какой-то человеческий, но видел какое-то сосредоточение энергии, да, внутри которого находился Бог. И это сосредоточение энергии для одних было светом, а для других было тьмой, да? И может быть свет одновременно быть тьмой? Помните у Горького? Горда, Рейд, Буревестник, черные молнии и подобные. А бывают черные молнии? Бывают черные молнии. Это особо яркий разряд молнии, который бьет так, что как бы выжигает вот этот пигмент сетчатки. И когда мы же в зрении сохраняется еще образ, вот если вы посмотрите на какой-то яркий светящийся предмет, а потом отведете глаза, у вас еще какой-то образ этого предмета. Иногда вы смотрите на красный, а у вас зеленый образ образуется такой. И вот если ярко бьет молния, она как бы выжигает пигмент, для восстановления этого пигмента нужно некоторое время. И поэтому мы видим черный свет от молнии в сетчатке глаза. Поэтому может и свет быть, тьма и тьма может восприниматься как свет, да? То есть разное. Вот белый лист бумаги, но если он будет в темноте, вы будете находиться, а здесь я поставлю свет и поставлю вот так белый лист бумаги, он будет каким цветом вам казаться? Черным, да? Поэтому Бог для одним был светом, а для других что он был? Тьмой. Поэтому для одних была тьма, для других свет, для одних огненный свет, в тьме. И из этой тьмы говорил Господь. И когда говорил с горы Синай, тоже все реально видели это место, да? И что сделал народ? Сразу побежал к Богу. Они устрашились, да? Сказали, Моисей, ты лучше иди и поговори. Вот эта попытка создать себе посредников, она приводит к идолопоклонству. Да, вот я сейчас изучал лекции православного священника Осипова, я не со всеми вещами не согласен, но то, что он еще говорил, что, вы знаете, последний век, 20 век и 21 век, оно идолопоклонство в православной церкви всегда было. Это особое время, когда в православной церкви наращивается идолопоклонство. Но я вам скажу, идолопоклонство оно не только в православной церкви, оно в создании каждого из нас существует, да? И правда, оно наращивается в нашем веке, в нашем веке, да? Вот даже мы видим некоторые группы, я не буду их критиковать, христиан, которые сделали своим центром своего служения деньги. Правда? То есть, идолопоклонство, оно может быть везде. Оно может быть везде. И так же случилось с евреями. И как это история называется? Помните, история с золотым тельцом. они не сделали какого-то другого идола. Сказали, мы Богу не поклоняемся. Этот идол для них был воплощением невидимого образа Бога. И когда евреи соглашились с золотым тельцом, Бог уже не мог находиться в стане евреев, да? И надо было что-то делать. Либо бы Бог находился и все евреи погибли бы, да? Либо Бог ушел. И послал бы кого-то с меньшей святостью. И Бог сказал, пошлю что вам? Ангела моего. Вот интересно, когда мы изучаем историю о создании Скини, мы видим, помните, первая глава Труба говорится о приношении, потом глава ТЦВ и потом следующая глава ТИСА и вот только в главе ТИСА мы уже встречаем понимание о том, почему делали Скинию. Но почему Бог заповедь о строении Скинии, как будто бы из деньги собирали раньше, Маше пришел с Хрижалем и сказал, что надо строить Скинию, потому что народ Израиля недостаточно свят. Почему так получается? Помните, я говорил, что Тора это не есть хронологическое изложение событий. В Торе некоторые события, также мы видим и в Новом Завете. И мы не можем говорить, что вот все так происходило. Или говорят, почему Нагорная проповедь, она, понимаете, изложена только в одном Ивагия от Матфея. А у Луки что или нет Нагорной проповеди? Есть почти все то же самое выражение Нагорной проповеди. Почему? Потому что когда вышел Ишуа на гору, сел, начал говорить, и дальше излагается. Мы не знаем, было ли точно это текст конспективный Нагорной проповеди, или это вообще текст манифеста Ишуа. Согласны? Может быть это было где-то в разных проповедях, но Матфей собрал и сконцентрировал это в одном месте. Или, например, мы встречаем об изгнании торговцев из храма. И это было один раз или два раза. Одном месте это написано, как будто это в начале служения происходит, в другом месте это написано, будто это происходит последнюю паскальную неделю, предпаскальную вернее неделю. А как в действительности? Мы не знаем, да? Мы даже не знаем, сколько раз Моисей восходил на гору. И есть об этом многие споры. Да, сколько раз восходил Моисей на гору? Да, получается, что три раза. Да, видите, это я, вот здесь у меня есть исследование. Значит, среди комментариев, среди комментариев нет единого мнения относительно того, когда были отданы распоряжения. В книге Загар утребезжается, что содержание глав Трума, следующей из-за Ни ТЦВ, было поведано Моше в его первое сорокодневное пребывание на Синайской горе, то есть до сотворения еврея идол Золотого Тельца. Того мнения придерживался Ибн Эзра, Рам Банны и некоторые другие комментаторы. Помните, Рам Бам и Рам Бан. Раби Баше бен Маймун, да, и Раби Баше бен Нахман. Это вы должны запомнить и четко знать. Рам Бам, Бам Бам. Он кто был? Реалист. Да, он был реалист. Рам Банна кто был? Мистик, да, и каббалист. Хорошо. Поэтому мы должны это различать. Хорошо, делаем перерыв, да?